Не надо эту самодельность Готовились? Чего тебе? Торт готов! Сейчас зайду Раз Делай два Три Раз Ну, как? Выразительно, это можно Начали Лагерь наша большая семья Марат, идёт Ну чёче, чёче, ну? Мы бодры, веселы Стоп, стоп, стоп Бодры надо говорить бодрее А веселы как? Веселее Молодец, понял Вот так и продолжайте Великолепная работа, великолепный сценарий, великолепная актёрская игра Вы пошли по стопам своего отца, вы тоже начали работать как сценарист, причём очень успешно А как? Да я не считаю, что это было успешно Ну, критики так считаю, значит, мы будем здесь Я наоборот себя чувствовал ужасно, я как-то никак не мог начать писать Так сказать, какие-то существенные сценарии, я писал какие-то довольно жалкие поделки на студии Я говорю, как раз считаю, что я скорее как-то внутренне, по крайней мере, прозябал А внутреннего трепета не было, когда вы брали за первую свою режиссёрскую работу? Нет, вот тут стало всё до своей листа Нет, лента сразу стала культовой У меня как-то легко было, мне казалось, что мне гораздо легче снимать, чем писать Я не любил писать, честно говоря Вы не дающий режиссёр, как я слышал, что актёры вас любят, потому что вы им позволяете делать то, что они хотят Это правда или нет? Или это миф в актёрской среде? Им кажется А, то есть вы умеете манипулировать, создавать такое ощущение? А чего это они играют у меня лучше, чем они играют? Что они такие все выдающие сидят, я не говорю о выдающихся А как вообще пришла мысль пригласить Петра Мамонова на главную роль в этот фильм? Ну, я не знаю, я искал его Вам кто-то посоветовал? Нет, нет, я увидел его сам, я помню, прекрасно У Рашиды, да, у Нугманова? Нет, нет, я даже не видел этого фильма Я увидел его Вы не видели Иглу? Нет На тот момент или не видели вообще? Как-то я вообще виновал ее Угу, понятно Даже не помню, почему сейчас Но я увидел Мамонова в какой-то новогодней, посленовогодней передаче Помню, я сам был в похмелье И он, у него что-то спрашивали Он тогда был лидер группы «Звуки Игу» И что-то в нем было, конечно, был уже такой известный культовый Известный, скажем так, широко известный в кругах Да, в кругах, да И что-то в нем было такое Потрясающе талантливое, жалкое Я ему позвонил сразу И как-то мы с ним так договорились Сразу Хорошо, давайте посмотрим сюжет Давайте, конечно Ты прям Мамонова Лучшие артисты того времени оставили свой след Во мне, как и во многих очень русских людях Джимми Хенрикс, Моррисон, Джоплин Все мы очень любили и слушали с удовольствием И даже странная вещь, что незнание языка не мешало абсолютно И, в общем-то, было понятно, о чем они поют И ради чего они живут А потом уже Дальнейшие, более зрелые Я человек уже взрослый достаточно Мне 36 лет Уже я стал слушать эту Музыку Музыку Не только в компании А и один И глубже Вникать и в тексты И вот В эту Внутреннюю боль Которая, я думаю, обязательно есть У каждого большого артиста Снулся я ночью Часа Три И сразу понял Ты ушла От меня Ну и что? Ну и что? Что ты ушла? Скажите, старец этот ваш Он Сумасшедшая халечит Она не сумасшедшая А что с ней? Бесновато Бес в ней сидит и мучает Это уж совсем как-то дико звучит А вы откуда знаете? Я с ним лично знаком С кем? С бесом этим Все люди меняют 16 лет прошло, представляешь? Он совершенно уже каким-то иным человеком Он предстал Он стал очень религиозным Он пытался, так сказать Уйти от мира и затвориться Не мог, потому что Талант этот Безумный, бешеный Он рвался, ему хотелось Творчество ему хотелось Играть ему Хотелось Чтобы его любили Хотелось любить Я это в нем чувствую очень сильно Но ты ж меня любишь Отец его Правда? Любишь? Я тебя терпеть не могу Старый хрыч Ух